Ииии всем привет! Данный видеоролик посвящен открытию самых дорогих и редких яиц в режиме Adopt Me. Чтобы ты понимал, в данном видеоролике мы откроем 2 ферм яйца, одно джунгли яйцо и одно сафари яйцо, с которого падает жираф. Я надеюсь, хоть что-то нам довыпадет, потому что бюджет данного видеоролика, так скажем, не такой уж и маленький, то есть открывать такие яйца, я не думаю, что будет каждый, потому что в трейдах дают за них намного больше, чем выпадет с ней. Обязательно ставь лайк, пиши любой комментарий, подписывайся на канал, включая уведомления, чтобы не пропускать новые классные видеоролики и обязательно досматривай видеоролик до конца, так как в конце подведены итоги в конкурсе на 3000 робокс. Не буду задерживать, приятного аппетита, приятного просмотра, погнали! Ну что ж, первое яйцо у нас на очереди это фермское яйцо. Как мне известно, оттуда падает ворон и эвил, больше я не знаю, что оттуда выпадает. Если ты знаешь, обязательно напиши в комментариях, мне будет интересно почитать. Ну что ж, мы его растим, я надеюсь, что нам что-то оттуда выпадет. У меня их вообще два и вообще, в общем, четыре яйца во второй части. Я надеюсь, хоть что-то нам да выпадет с ним. И пожалуйста. Ну да, выпадает нам гусь, то есть это как прошлое открытие, начинается плохо. Я надеюсь, закончим мы очень хорошо. Едем дальше. Ну что ж, второе яйцо у нас тоже фермерское. Сейчас мы его, так скажем, привели в школу. Он тут типа учится, что-то делать. Не знаю я, как это все устроено, как это все работает. Мне это не интересно. Мне самое главное интересно, что нам выпадет из него. Я надеюсь, что оно выпадет что-то хорошее. Ну потому что, ну, я не знаю. Вообще, так скажем, если честно, я не думаю, что нам что-то выпадет. Потому что, как я уже говорил в прошлом видео, открывать яйца это полный бред. Нельзя открывать яйца, потому что на них очень маленький шанс выпадения нормальных питомцев. Ни в коем случае не открывайте никогда яйца. Лучше обменяйте, затейдите. Не думайте, что вам что-то выпадет на этот шанс очень низок. Так, ну, смотрим. Смотрим. Давай, пожалуйста, я умоляю тебя, пускай выпадет что-то нормальное. А, блин, он не выращен. Ладно, тогда давайте сразу же следующая вставка, и там уже будет у него последнее задание. Ну что ж, так, все, он захотел у нас покушать. Сейчас мы его покормим. Извиняюсь, я вообще, то есть я боялся, так скажем, вырастить их до конца, чтобы они не открылись, и из-за этого вот уровень пропустил. И выпадает нам курица. Ну, короче, тут все понятно. Очевидно, как я и говорил, шансы очень низкие на выпадение хороших питомцев. Что, переходим к следующему яйцу. Ну что ж, вот у нас на очереди предпоследнее яйцо. Яйцо джунгли, так скажем, да. Я знаю то, что оттуда падает попугай. Не знаю, что еще оттуда падает. Но я не думаю, что она выпадет, что-то нормальное. Но я очень надеюсь на что-то нормальное. Пожалуйста, я тебя прошу, пожалуйста, что-то хорошее. Это что? Это черная пантера. Ну, в принципе, более-менее. Но все же я потратил раз в 10, наверное, больше. Даже, мне кажется, намного больше, чем стоит сама пантера на данное яйцо. То есть, опять я повторяюсь, ни в коем случае не открывайте яйца. А мы переходим дальше. Ну что ж, мне пришлось позвать Диану, чтобы она нашаманила, чтобы нам выпал жираф. Я надеюсь... Мне написала сама Диана, что мне выпадет жираф. Я надеюсь, что Диана была права. Не знаю я, что ждать, но, так скажем, мне вообще страшно открывать яйцо. Потому что это самое дорогое яйцо и самое редкое яйцо вообще в игровом режиме Адопти. Так, захотел оно помыться. Я не могу. Я очень боюсь. Я не могу. Диана, колдуй. Колдуй, пожалуйста. Блин, ребят. Если нам не выпадет сейчас жираф, я не знаю. Я просто буду очень сильно огорчен. Дианочка, колдуй, пожалуйста. Я тебя просто умоляю. Пускай выпадет жираф. Ничего большего я не приму. Пожалуйста. Вот, смотрите, она колдует и выпадает нам. Ну, господи, ну нет. Ну, вы серьезно? Ну, какой? Что это? Сурикат или что это? Короче, это вообще трэш. Это трэш. Ребята, это трэш. Чтоб вы понимали. За 4 яйца нам не выпало ни одного нормального питомца. Я получил рублей 10. Эти питомцы стоят, ну, то есть, рублей 10. А на сами яйца я потратил около 3000. Вы понимаете? Это вообще нерезонно. Ой, это трэш. Ладно. Давайте, короче, завершать этот видеоролик. Ну что ж, ребят, вот и подходит к концу данный видеоролик. Благодарю вас за просмотр, поставленный лайк, написанный комментарий, за подписку на канал, за включенные уведомления. Абсолютно каждого я благодарю, кто сделал все пункты, которые я только что перечислил. Ну, а сейчас, я так понимаю, самое долгожданное за все видео, это итоги на конкурс. Сейчас вы видите в плашке комментарий, который написала девочка и ее как раз таки YouTube аккаунт. Roblox Girl. Данная девочка выиграла 3000 робоксов. В описании под этим видеороликом есть мой телеграм-канал. В нем в описании есть мой юзернейм. Прошу отписать мне VLS с пометкой победитель и подтвердить то, что это твой YouTube аккаунт. Не переживай, если ты опоздал или не сегодня, не завтра мне отпишешь. Победитель только он. Я буду просить нормальные подтверждения, то есть никто не сможет меня как бы обмануть, потому что такие 100% будто будут пытаться это сделать. Что могу сказать? На этом, наверное, все. Да, я расстроен, что мы ничего не выбили, но все же. Не будем, так скажем, расстраиваться мелочам. С вами был Артем Фролов. До встречи!